всем привет меня зовут александра красноваева в этом видео уроке я покажу вам как соединять кончики нитей без узлов и без утолщения я покажу вам на примере разных составов пряжи как это делать и меринос и шерсть и полушерсть и даже хлопок как соединить без узлов также расскажу про мохер про альпака про какую-то фантазийную пряжу про пряжу которая имеет вид полого шнурочка а также расскажу как соединять нити если вы вяжете в несколько сложений часто так бывает что не хочется вязать никакие узлы а вы вяжете бесшовное изделие и вам некуда спрятать концы нитей потому что нет швов и что же тогда делать тогда вы где-то на изнанке старайтесь спрятать эту ниточку для того чтобы не было видно что вы добавляли второй клубочек но эти способы помогают не только при вязании бесшовного какого-то изделия а также при вязании абсолютно любого изделия когда вам нужно добавить новую нить давайте скорее начинать итак начнем с самого простого с шерсти мериноса альпака любая то пряжа в которой есть составе шерсть нам для этого случая подходит это может быть и не стопроцентный состав а с какой-то синтетической добавкой у меня вот как раз есть два клубочка шерсти я сейчас соединю ниточку чтобы у меня получился один большой клубочек раскладываю я два кончика вот так друг дружки вот это расстояние должно быть равным примерно 30 40 50 сантиметров чем толще ваши спицы и толще пряжа тем больше тем длиннее этот отрезок должен быть я просто расположу так чтобы у меня поместилась в экран располагаю так и теперь смотрю сколько у меня ниточек находится в моей пряжи и скольки сложений состоит моя нить я вот раскрыла посмотрела увидела что у меня четыре сложения в ниточке то есть из четырех более тоненьких ниточек состоит моя толстая нить я с одной стороны отрежу вот где-то здесь две ниточки то есть половину если так случилось что у вас нечетное число например из пяти ниточек состоит ваша пряжа тогда вы можете разделить на три и две ниточки у одного клубочка отрезать три ниточки у другого два вот я отрезала лишний кусочек его убирают здесь у меня две ниточки и теперь на таком же расстоянии можно чуть больше я отрежу вот эту ниточку здесь тоже оставлю 2 2 отрежу и 2 оставлю так вот и отрезаю лишнее теперь эту ниточку тоже убираю то есть мне нужно сделать так чтобы при сложении двух нити у меня осталась та же толщина вот готова я отделила теперь складываю эти две ниточки друг на друга пусть это будет немножко внахлёст так даже лучше и теперь смачиваю свои руки водой либо могу просто попшикать на вот эту ниточку я смачиваю водой мне так проще берем нашу нить и начинаем ее скручивать друг с другом то есть наши две ниточки от одного клубочка и 2 мы вот так вот пальчиками хорошенько скручиваем чем больше вы скрутите тем тщательнее ниточки сваляются друг с другом шерсть имеет свойство сваливаться то есть цепляется своими ворсинками друг за дружку и таким образом из двух отдельных ниточек получается одна цельная вот я уже скрутила и уже даже видно насколько объединились ворсинки ниточек насколько сильно и получается у нас одна целая нить очень важно это делать с водой потому что вода помогает соединить ворсинки ниточек друг с другом все готово мы можем посмотреть можем подергать ниточка не рвется она у нас совершенно ровная видите по толщине совпадает с нашей основной нитью потому что мы разделили изначально пополам вот эти вот кончики хорошенечко скручиваем чтобы не вылазили и все и посмотрите какая у нас получилась шикарная нить это работает с любой шестью с мериносом с альпакой и так далее готова следующий наш вариант если у нас не стопроцентная шерсть какая-то синтетическая нить и она скорее всего не сваляется потому что здесь много синтетики но она достаточно толстая что можно сделать с такой ниточкой все то же самое давайте я просто отрежу вот так вот кусочек и на этом кусочке вам покажу все то же самое вот допустим не нужно соединить одну нить с другой мы делаем все то же самое разрезаем нить на две равные части вот одну часть убираем с одной стороны и другую убираем с другой стороны прикладываю главное отмерить одинаковое расстояние и с этой стороны тоже отрезаю лишнее и лишнюю ниточку убираю вот готова у нас получилась половинка одной ниточки и сверху половинка другой ниточки прикладываю их друг другу и здесь уже можно не сваливать можно не мочить руки если она у вас по своему составу не сможет соединиться ворсинки не смогут прикрепиться друг другу то мы просто продолжаем вязать то есть не обязательно ее скручивать мы можем просто продолжить наше вязание и поверьте все тоже хорошо закрепиться и никаких узелков не будет ничего здесь не нужно не завязывать не закреплять каким-то особым способом все получится поверьте чем длиннее у вас будет вот эта часть тем эффективнее будет наше соединение так вы можете соединять абсолютно любую полушерсть которая вас плохо сваливается либо у вас рядом нет воды вам не хочется скручивать это все работает особенно после влажной тепловой обработки такая ниточка точно хорошо будет держаться готова дальше следующий состав это достаточно сложный состав для соединений как правило просто делаются узлы и эти узлы прячутся куда-то в шов но если мы вяжем по кругу если мы вяжем бесшовное изделие то очень сложно этот состав пряжи соединить так чтоб не было заметно никакого узла это хлопок или полухлопок я соединяю даже максимально тонкий хлопок таким образом сейчас вам покажу я взяла полу хлопок потолще просто для того чтобы вам на экране это было лучше видно ну вот давайте возьмем этот клубочек я здесь кусочек отрежу для того чтобы показать как этот кусочек соединить с этим это повторюсь хлопок или полухлопок в составе которого нет никакой шерсти и невозможно никак соединить скрутить свалять эти две ниточки тогда мы отрежем еще дополнительно такую же ниточку ну примерно длиной сантиметров 50 вот я отрезала от старого клубочка и возьмем одну нить из одно сложение да если можно так сказать из этой ниточки нам понадобится эта нить для сшивания мы сейчас будем иголочкой сшивать эти два конца я эту ниточку складываю в два сложения чтобы у меня на конце получилась вот такая петелька чтобы за эту петельку мы смогли закрепить нашу ниточку и в тоненькую иголочку вставляю вот эти два кончика чем тоньше у тем тоньше должна быть игла но у меня вот такая иголочка вот на конце здесь есть петелька теперь нам нужно подготовить сами ниточки для сшивания точно также я делю их пополам но уже не на расстояние 30 40 50 сантиметров а совсем небольшое ну сантиметра наверно 34 будет достаточно чем тоньше ниточка тем меньше это расстояние может быть я вот разделяю пополам одну ниточку и на это же расстояние разделяю пополам вторую ниточку и половинку я отрезаю у меня здесь в ниточке 7 сложений с этой стороны я оставила три значит у этой ниточки я должна оставить четыре сложения а3 отрезать отрезаю готово теперь складываю эти ниточки вот также друг на дружку как мы делали раньше теперь берем ниточку с иглой и будем сшивать эти два кончика я располагаю кончики вот так на указательный пальчик и сначала сделаю закрепку то есть виду иглу в центр нити и потом в эту петельку вставлю ее подтянул закрепила теперь сверху вниз прохожу сквозь оба кончика наших нитей просто по центру прохожусь наши иглой вот так и закрепляю таким образом ниточки соединяю сшиваю их подтянула дальше двигаюсь ниже вставляю иглу в центр не поднить а прям в центр ниточки подтянула спускаюсь дальше ниже вставляю прям вот в центр прохожу сквозь эти ниточки вывожу иглу дальше двигаюсь вставляю иглу ниже и так пришиваю друг дружки оба кончика и здесь тоже в конце очень важно закрепить это все так чтобы у нас вот этот кончик не вылез поэтому здесь я хорошенько придерживаю все пальчиками и стараюсь захватить и один кончик и второй и здесь можно пройтись несколько раз закрепить даже сам кончик отдельно вот так и еще раз вот так смотрю если какие-то кончики торчат мы их потом в процессе вязания можем отрезать но я пройдусь еще раз чтобы еще лучше закрепить эти кончики так и вывожу иголочку подтягиваю вот уже лучше у нас остался только один кончик сейчас мы и его закрепим я прям вставляю иглу в центр этого конца готова закрепила вот и теперь двигаюсь уже снизу вверх точно так же прохожу сквозь все ниточки так двигаюсь теперь выше таким образом мы как бы сшиваем два конца такой же нитью который мы с вами вяжем она такая же у нас абсолютно мы ее сразу подготовили она не будет отличаться по цвету но при этом хорошо скрепит наши концы так вот мы дошли до верха и посмотрите что у нас получается на первый взгляд видно конечно соединение но если вы это соединение прогладите паром а также в самом полотне вязаном посмотрите на него то вы его потом просто не найдете поверьте мне потому что она сравняется со всем вязанием и вообще не будет ничего видно здесь я на всякий случай сделаю закрепку то есть виду иглу в петельку образовавшуюся подтяну иглу теперь вставлю ну вот так вот в центр нашей ниточки могу вытащить и отрезать кончик так вот вытаскиваю спрятала нить и теперь этот кончик могу отрезать вот прям под корень все игла нам не нужно откладываем вот что у нас получилось сейчас кажется что не очень аккуратно но когда вы прогладите вы посмотрите что все сравнялась очень аккуратно выглядит и в самом вязании вообще не будет заметно естественно если мы подергаем эту нить то она никак не порвется я сейчас проглажу и покажу вам результат ну и вот показываю как выглядит моя ниточка с хлопком после того как я немножко прогладила ее под паром смотрите совершенно незаметный переход такая же толщина нити как и везде никакие кончики не торчат и поверьте в процессе вязания будет еще более незаметно так что этот способ гораздо лучше чем просто вязать узел на вашем хлопке соединение было вот здесь может быть вы не заметили то же самое что мы проделали с хлопком мы проделываем с любой фантазийной пряжей с той пряжей которую невозможно соединить никак иначе кроме как завязать узел это может быть вот такая плюшевая пряжа не могу найти конец вот но для того чтобы сшить два конца плюшевой пряжи вы подбираете швейные нитки в тон к этой пряжи и тогда этими швейными нитками вы просто сшиваете два конца здесь ничего отрезать не нужно вы просто один конец накладываете на другой и спокойненько иголочкой с ниточкой это сшиваете то же самое касается ну вот какой-то такой фантазийный которую никак невозможно присоединить друг другу кроме как просто завязать узел но нет мы подбираем ниточки в тон вот я подобрала вот такие и этими ниточками сшиваем два кончика или например вот такая еще пряжа тоже фантазийная тоже очень сложно ее как-то соединить подбираем ниточки в тон и спокойненько сшиваем два кончика друг с другом вот эти все виды пряжи или похожие на них мы просто сшиваем ниточкой тогда все будет хорошо и можно спокойно вязать по кругу вязать бесшовное изделие не обязательно вязать со швами чтобы потом спрятать кончики в шов дальше если у нас есть вот такая пряжа наподобие этой которая выглядит как шнурочек полы шнурочек внутри которого есть тоже какая-то ниточка или ее может не быть вот давайте я соединю два таких конца естественно можно это тоже все дело свалять но если мы сваляем то в районе нашего присоединения двух ниточек это нить будет толще чем она есть на самом деле чтоб такого не случилось я вам сейчас покажу более интересный способ более простой и который тоже в самом вязании вообще будет незаметен это касается только той ниточки которая выглядит как полы шнурочек я беру иглу толстую или иглу для сшивания трикотажных изделий у меня вот такая можно взять просто толстую иглу далее я одну ниточку вставляю в эту иголочку вот так и теперь эту нить я буду вдевать в центр моего полного шнурочка то есть я просто вот так вот аккуратно просовываю иголочку вставляю иглу в нить обязательно смотрю вокруг чтобы она была именно в центре они просто где-то сбоку вылезла и потихонечку потихонечку вставляю эту иглу в центр чем дальше вы ее вставите чем длиннее будет этот отрезок тем эффективнее будет наше соединение ну вот я здесь допустим остановлюсь дальше иголочку уже вытаскиваю наружу и теперь очень аккуратно не порвав нашу нить я передвигаю иглу и продеваю нить которая вставлена в углу вот так вывожу теперь иглу могу убрать вот что у меня получилось один шнурочек я вставила в другой здесь вначале у основания можно расправить это даже нужно сделать для того чтобы у нас шнурочек не был стянут вот так расправили все готово еще чуть-чуть и теперь вот это вот расстояние куда мы вставили она должно быть побольше я показываю вам просто саму технику и теперь мы ниточку которую мы вставляли мы тихонечко вот так вытягиваем назад из шнурочка вытягиваем вытягиваем и останавливаемся тогда когда уже наш конец полностью спрячется в шнурок вот так готова как видите нет абсолютно никакого перехода здесь есть небольшое утолщение но поверьте она все равно минимальная чем если мы накладывали одну ниточку на другую вот это расстояние должно быть побольше конечно если мы сейчас ниточки потянем у нас шнурочек вылезет но в процессе вязания когда вы будете это все соединять с петельками поверьте никуда ничего не вылезет и отлично будет соединено вот мне этот способ очень нравится он совершенно незаметен еще один вариант если вы вяжете из мохера вот у меня одна ниточка мохера и вот вторая неважно какой толщины мохер он может быть и потолще немножко я взяла такой тоненький здесь естественно мы ничего разделить не можем потому что и так очень тонкая нить мы просто накладываем одну нить мохера на другую то же самое кстати касается пряжи с пухом ангорского кролика этот способ тоже работает просто накладываем одну нить на другую на расстоянии примерно 20 30 40 50 сантиметров и чем толще спицы тем больше это расстояние и точно так же скручиваем уже просто сухую нить друг с другом пальчиками вот так вот в ладошке скручиваем можно скручивать не очень туго не очень эффективно просто легонько для того чтобы ворсинки пряжи соединились друг с дружкой да здесь будет небольшое утолщение но она все равно минимальная потому что сама нить очень тонкая если я дерну посмотрите ничего никуда не расходится хотя я вот буквально два скручивания сделала этот способ идеально работает для мохера нет мохере ни в коем случае не крутите никакие узлы вот так соединяйте ниточки и все будет максимально незаметно и еще один случай если вы вяжете из ниточки в несколько сложений ну вот допустим я вижу в три сложения у меня есть две ниточки таком случае может случиться что одна какая-то из ниточек закончилась и нужно добавить новый моточек допустим эта ниточка у вас еще длинненькая а где-то посерединке допустим вот так все ниточка у вас закончилась вот здесь и нужно добавить новую вы вяжете в три сложения ниточка закончилась нужно добавить новую тогда мы просто берем дополнительную нить единственную которую нам нужно добавить и в нахлёст вот так вот с этой приставляем ее к нашей основной нити вот здесь у нас чуть утолщение будет ничего страшного мы потом можем эти кончики после влажной тепловой обработки отрезать перед влажной тепловой обработки отрезать не советую могут вылезти и здесь наоборот появится вместо трех две ниточки в нахлёст прикладываем новую нить и дальше вяжем спокойненько себе в несколько сложений то есть никаких узелков делать не нужно за счет того что у нас две основные нити единые ничего не распустится ничего никуда не уползет не переживайте просто приставляем новую ниточку и продолжаем вязать дальше без узелка вот показываю все способы в сравнении любая ниточка в составе которой есть шерсть дальше в составе которой много синтетики и мало шерсти дальше наш хлопок затем ниточка которая имеет форму виде шнурка пухангорского кролика или мохер и если мы вяжем в несколько сложений как добавлять еще одну ниточку но естественно фантазийная пряжа которую я не показывала которую можно просто сшить как хлопок вот все способы если у вас есть какие-то еще свои пишите обязательно о них в комментариях ну что я показала вам все способы которые знала которыми пользуюсь всегда сама если у вас есть какие-то свои способы или есть какие-то свои интересные варианты вы можете писать все в комментариях я буду очень рада если вы зададите свои вопросы тоже в комментариях обязательно ставьте лайк если вам понравилось это видео ну и я буду рассказывать о еще разных тонкостях вязания вам в следующих своих видео спасибо всем большое за внимание всем пока очень была рада быть для вас полезной